Молодая звезда Дженна Артега, став продюсером продолжения Уэнсдэй, увеличила свой гонорар, при этом урезав зарплату съемочной группы. Митя Фомин очень экономный. Даже когда у него гонорары возрастают, он продолжает закупать продукты на оптовых рынках. Иногда ездит на общественном транспорте и не одалживает денег друзьям. Тейлор Лотнер после сумерек стал запрашивать баснословные гонорары. И в итоге продюсеры стали обращать на него все меньше внимания. Футболист Дмитрий Тарасов очень скуп. Он пытается избегать разных трат. Не хочет платить алименты. Забрал у Бузовой при расставании все подарки. Мик Джаггер слывет тем еще жмотом. Когда-то он даже скандалил с девушками легкого поведения, требуя, чтобы они снизили цену. О скупости Олега Газманова говорят многие. Певец никогда не дает бесплатных концертов. И даже выступая в родном Калининграде, когда ему вручили звание почетный гражданин, за песню, которую он спел по своему желанию, потребовал гонорар. Сара Джессика Паркер чрезмерно экономна при ее возможностях. Актриса всегда ищет скидки и постоянно договаривается о бартерах. Иван Ахлобыстин давно привык на всем экономить и приучил к этому всю свою большую семью. Были периоды в жизни актера, когда его содержали знакомые. Леди Гага установила себе определенный лимит расходов на месяц. А в брендовых бутиках выпрашивает скидки и торгуется. Кайли Джейнер, при возможностях, которые она имеет, довольно скупа и практически не оставляет чаевых в ресторанах.